14 июля 1942 года в Сталинграде было объявлено военное положение. Для строительства оборонительных сооружений мобилизовали всех жителей, в том числе и детей. Заводы перешли на выпуск военной продукции, рабочие записывались в отряды ополченцев. Уже спустя три дня, 17 июля, началась Сталинградская битва. Она длилась 200 дней и ночей. Бои шли за каждую улицу и каждый дом. В военных действиях в разное время с обеих сторон участвовали более двух миллионов ста тысяч человек. Подвиг бойцов и жителей, сложивших свои головы, но отстоявших город на Волге, почтили в Каринском доме культуры. Концерт в Каринском доме культуры – это финал эстафеты «Салют Победе в Ершово». В течение последних двух недель в поселении проходили уроки мужества, встречи с ветеранами и тематические выставки рисунков. Главная цель патриотического мероприятия – отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны и напомнить подрастающему поколению, кто подарил миру Победный май 1945-го. Мне, как пожилому человеку, я прямо признаюсь, с этой сцены подпирал ковок. Это очень важно, важно для всех нас – помнить о тех людях, которые отдали жизнь за честь и независимость нашей Родины. Наши люди – самые крепкие, самые выдержанные, наши люди – самые мирные. И для того, чтобы всегда на нашей планете, на нашей земле был мир, мы должны помнить о них. Патриотическое мероприятие в Ершовском поселении завершилось торжественной передачей символов эстафеты. Копия знамени Победы, стальной нагрудник и капсулы с землей с Мамаева кургана на этот раз отправились в Никольское.